парами танцевали мы парами олег газманов был бы счастлив сегодня видеть своего сына родион здравствуйте здравствуйте вас знают как певца как актера как ведущего телеведущего предпринимателя для вас все-таки какая из этих сфер самое главное ну музыка конечно вот несмотря на множество новых прекрасных песен многие тем не менее знают вас конечно же как исполнителя песни люси почему она до сих пор вас не отпускает слушайте до сих пор ее просят на концертах зал всегда поет эта песня для раскачки зал и она заходит каждый раз буквально на днях состоялся концерт олегу михалыч 55 лет его сценической деятельности весь концерт проходит как всегда на дом дыхания 24 песни по-моему и он в конце выходит на сцену говорит друзья спасибо что вы здесь и за то что не заметили что это первый концерт на котором не было песни морячка я надеюсь что когда-то будет такой концерт где я смогу не петь песню люси выйти но спасибо что поэтому не заметили да я не сюда длилась и люси и на плюс и каждый год ну вы с детства в общем знаете что такую популярность вы помните что вы чувствовали когда вас впервые начали узнавать на улицах я не придавал этому значение не считал что то что то особенно что что он так и должно быть вот потом я уже начал это понимать в принципе то когда-то закончилось и это никак не грозило вам звездной болезнью у меня в детстве появилась пара закидонов вот родители мне объяснили что так себя вести нельзя вот а мне всегда хотелось как то знаете быть хорошим наверное нравится людям вот поэтому я скорректировал сразу поведение понял что надо быть надо быть хорошим артистом а то что ваш папа известный певец каким-то образом помогала или наоборот накладывал какую-то дополнительную ответственность знаете это палка двух концах потому что с одной стороны с людьми легче ходить в контакт когда они тебя уже знают это очень хорошо помогало в бизнесе кстати с другой стороны отношения бывают предвзятым и кстати благодаря этому я хорошо учился в финансовой академии потому что преподаватель смотрел не то что родион газманов давайте мы сделаем послабление нет ах ты газманов ты думаешь что тебе все можно ну-ка иди к доске я начал все учить и уже к моментам когда были зачеты или экзамены преподаватель знал что я знаю все поэтому у меня красный диплом финансов академии свети планет стихов и песен я рад что я тебя нашел тебе со мной интересно хорошо последнее время вы стали на своих концертах читать стихи что у вас на это вдохновило и как зритель воспринимает такой формат когда был карантин когда все заведения были закрыты у меня появилась возможность собирать маленькие залы и тогда мы экспериментировали с формами там была полная свобода для творчества в том числе вот формат квартирника когда когда мы были максимально близко к зрителю когда была скрипка на концертах когда читались стихи карантин прошел квартирники остались вот буквально сейчас выходит сборник ваших стихов время разрушающих истин ваш первый сборник я вас поздравляю если любимое стихотворение из этого сборника каждый раз он не может ее отпустить пальцы руки улыбка последняя чашка чая потому что они еще не расстались а под окнами ждет такси он уже потихоньку украдкой внутри без нее скучает я эти стихи кстати написал в питере то есть петербург вдохновляет на творчестве я вообще люблю бывать в нашей культурной столице и питер дал мне очень много песен очень много друзей и очень много впечатлений я просто как-то прочла что идеальное начало дня для вас это встать как можно раньше отправиться на утреннюю пробежку кстати не бегали да конечно каждый день я каждый день бегаю бывает что я пропускаю день когда там встаю в какой-то несовместимость жизнью время но на самом деле я даже в поездке часто беру с собой кроссовки беговые для того чтобы хотя бы на дорожке в гостинице но все-таки выйти и пробежаться радио наверняка наши зрители сейчас готовят свой утренний завтрак я попрошу вас сказать несколько слов петербуржцам начального дня дорогие петербуржцы я желаю вам прекрасной погоды что к сожалению в этом северном городе редкость я желаю вам потрясающее настроение что чаще все-таки происходит и я немножко вам завидую потому что вы просыпаетесь в этом потрясающем городе каждое утро цените его пожалуйста любите свой город и самое главное насладитесь тем днем который вам сегодня предстоит